Здравствуйте дорогие друзья! В предыдущей серии мы летали на дракончики и искра, а сегодня будем летать на большом, толстом, смешном, неуклюжем драконе Дон Дракон. Мы ему поставили трех помощников, чтобы добавляли жизнь, защищали его от мин, на 10% разменяку поставили, вывели нового питомца и поставили шимпаскора, добавить ему ускорение, так как наш дракончик этот очень толстый и неуклюжий. Но за счет того, что он толстый и большой, он дольше живет, у него большая полоска жизни. Также открыли на него все костюмы, но костюмы дорогие и мы полетим, друзья мои, в штатной комплектации, в которой тоже вы будете летать. Также в этой серии, друзья, выполним задание, соберем Хангри, сколько сможем, соберем сундуков и я вам покажу дракона красивого, которым мы будем летать, друзья, в следующей серии. Итак, полетели. Очень и очень неуклюжий толстый дракончик, надо это учитывать при перемещении, то есть для него очень опасные будут мины. Можно потерять много очков жизни, если будем, друзья мои, подрываться на минах. Всегда изучайте карту, чтобы сэкономить время поиска необходимых объектов на картах, друзья. Также, друзья мои, в этой серии мы вам покажем еще две локации дома на деревьях, соответственно, под ними тоже будут деревни различных лесных жителей и покажем также вам локацию замок. Очень богатая локация, в которой можно собирать очень много монет. Но сейчас мы в самой первой локации и нам нужно собрать буквы, которые здесь расположены. Теперь есть возможность поедать больших пауков, такие большие прям бургеры. На ножках, и мы будем их есть, они добавляют сразу много жизни. Раньше их есть было нельзя, теперь можно. Чем больше дракон, тем крупнее цель он может для себя съесть. Ам, и нет паучка. И вот у нас в копилочке еще одна буква. Продолжаем поиск всех остальных букв на карте, друзья. Не забывайте поедать тыквы, перцы. Все это ускоряет появление у вас огненной лихорадки, когда все объекты, напоминаю, на карте превращаются в золотые. Все птички, животные. И вы их поедая, сжигая, соответственно, быстро набиваете очки и монеты. Ну, хоть этот дракон у нас, Дон Дракон, толстый и неуклюжий, летает он медленно, ускорение значит у него нужно беречь, тем не менее питается он очень быстро. И плюс у него уже большая полоска жизни, держится он уже намного дольше. То есть такие задания, как далеко пролететь, на нем можно, например, уже легко выполнять. Плавает он очень плохо, просто отвратительно. Поэтому плавать, конечно, выполнять задания лучше на другом драконе. И вот у нас очередная лихорадка, сжигаем деревню и нападаем на Гоблинград. Такие воздушные корабли, используя ускорение, можно в 2-3 удара разбивать и получать большие бонусы, очки и монеты. И еще бинго, еще одна буква в нашей копилке. Осталось 3 буквы, друзья мои. И мы сможем с вами посмотреть. Большого, огромного Дон Драконища просто будет. Две буквы осталось. Итак, изучая эту локацию, у нас кончились буквы и нам нужно перелететь в дома на деревьях. Будем двигаться аккуратно через всю локацию. Собрали еще одну лихорадочку и быстренько-быстренько все жгем. Свинюшку сожгли, бекон получился, получили кристальчик. И продолжаем быстро-быстро-быстро лететь. Если видите свинюшек, моментально нужно их поскорее сразу же сжигать, друзья мои. Нарвался на бомбу. За свинюшек дают сразу кристаллы, которые понадобятся вам для прохождения этой игры. Я лечу аккуратно, максимально поверху. Там меньше всего шансов встретить больших драконов, которые могут вас съесть, друзья. Напоминаю гоблина. В 2-3-4 тычка можно с помощью ускорения быстренько съесть. И, соответственно, пополнить полностью весь запас жизни. Как только съедаете, убиваете гоблина, большого этого тролля, сразу у вас все очки жизни пополняются. Самое замечательное, когда тролль золотой, и тогда за него еще дадут много монет. Раньше паучки эти просто кусались, а теперь можно их поедать вместе со свинюшками. Итак, наша задача экономить ускорение и перелететь через верх в следующую локацию, друзья мои. В этом месте это можно сделать. Можно полетать в небе, но для этого должен быть полный запас жизни, друзья мои, чтобы летать в небе. Там очень много всяких бонусных звездочек, всяких полезностей. Но для этого должен быть большой запас жизни, друзья мои, и запас ускорения. И летать нужно процентов в небе от 30-30% примерно от жизни. Чтобы был запас, быстро вернуться и подкормиться, когда у вас заканчивается уже жизнь, и дракончик может голодать, и вы можете его потерять. Буква находится высоко в небе, там есть потоки воздуха. Вот мы букву нашли. И сейчас будем аккуратно до нее добираться. Используем ускорение дозированно. Сразу все не нажимаем кнопку, а нажимаем по несколько раз, чтобы оно успевало ускорение восстанавливаться. И бинго, мы собрали еще одну букву. И нам осталась последняя буква. Невозможно, невозможно летать против движения воздуха, поэтому мы облетим это препятствие. Наш дракончик, Дон Дракон, начинает голодать. Нужно срочно подпитаться и пополнить полоску жизни. Огромный дракон, сразу драпаем от него, убегаем. И летим туда, где, как правило, у земли, в деревнях, очень много пищи. И можно очень быстро пополнить полоску жизни. И тем самым продлить жизнь вашего питомца, друзья мои. Разбиваем гоблина и полностью восстанавливаем нашу жизнь. Старайтесь уворачиваться и улетать от больших драконов. Один вкус у них может стоить сразу половину жизни. Если второй раз укусит, то, соответственно, вас съест. Тоже довольно богатая локация игровой зоны у нас. Это дома на деревьях. Здесь очень много можно тоже набивать монет, очков и всяких полезностей. Очень много свинюшек летает здесь. Но и также большие драконы. Они очень опасны. Вот убегаем, убегаем. Сейчас большой дракон цапнул нас сразу больше, чем на полу жизни. И мы бежим, 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 бежим. Но убегая нужно тоже, друзья мои, все быстренько тоже поедать. Потому что жизнь нужно быстро пополнять. Пока вы находитесь в режиме огненной лихорадки, ваш дракончик бессмертный. И, соответственно, можно им взрывать бомбы без какого-либо для вашего дракона вреда. Мы сейчас будем искать вход в большую локацию, в замок. И мы в нее влетаем. И вот новая локация, друзья. Замок богатая очень на монеты локация. И сейчас здесь нам нужно собрать еще одну букву и найти сундук. Очень много здесь летает золотых птичек, золотых дракончиков. Свинюшка, свинюшка. Не забываем, друзья мои, поедать свинюшек. Потому что за них розовые свинюшки, за них дают вам кристаллы. Они необходимы для прохождения игры. Слева внизу был большой дракон, краешком заметили. Мы сейчас попробуем найти еще одну быстренько букву и съесть этого дракона. И вот у нас становится дракон огромный. И мы съедаем нашего обидчика. И пока большой ваш дракон, можно так подгадать, чтобы всех больших страшных драконов на карте рядом можно съесть. Потому что когда включается режим хангри, ваш дракон может поедать все, взорвать бомбы без какого-либо вреда для себя. И еще собираем, друзья мои, огненную лихорадку. Быстренько сжигаем эту машину. И жгем, жгем все, до чего можем дотянуться. Набили очень много очков, очень хорошо. Теперь нужно пролететь через всю локацию замок и спуститься вниз, нырнуть. И под водой будет сундук, друзья мои. Действовать нужно осторожно, потому что в этой локации летает очень много злых и больших драконов, которые могут вас съесть. Опасайтесь лучников и катапульт. Тот, кто стреляет из катапульта, стрелок, его тоже можно съесть. А катапульту можно разбить с помощью ускорения. Итак, мы нашли в катакомбу вход. Влетаем вниз и быстренько-быстренько здесь все поедаем. Мужика пьяного кушать не будем. Мы уже знаем, что из-за него теряется управление. И поедаем все, до чего можем дотянуться. И вот долгожданный сундук, бинго, друзья мои. И заодно съедаем крокодила, который из-за любопытства на нас под водой загляделся и из-за этого был съеден. Большой дракон очень опасно. Быстренько-быстренько пополняем жизнь. Жизнь совсем не осталась. И с помощью лихорадки мы восстанавливаем полностью всю свою жизнь, друзья мои. И мега-огненная лихорадка, с помощью которой можно сжечь этого большого дракона. И мы его сжигаем и быстренько жгем все, до чего дотягиваемся. Очень большой радиус просто сжигания у этой мега-огненной лихорадки. И набиваем просто кучу сразу очков. Свинюшка, кристальчик. В общем, жизнь удалась у нашего дон-дракона. И неплохо очень отыграли в этой всей игровой локации, друзья мои. Попробуем еще немного продержаться. И скоро я вам покажу дракона. С помощью которого мы будем летать в следующей серии, друзья мои. Это будет очень интересный, хитрый и взбаламошенный чудной двухголовый дракон. Свинюшка, свинюшка. Достаточно много кристаллов, обратите внимание. Можно собрать в игровой локации замок, друзья. Иногда в знаках вопроса тоже попадаются кристаллы. Как и говорил ранее, чтобы летать в небе, нужно иметь полный запас жизни, чтобы собрать как можно больше всяких полезностей, всяких бонусов. Кристаллов, звездочки и всего остального. Но как только тает полосочка жизни, нужно немедленно спуститься вниз и сразу подкормиться. Иначе вы потеряете питомца, он умрет от голода у вас. Можно влетать в эти пальца, но для этого лучше использовать более шустрого дракона. Не такого толстого и неуклюжего, как наш веселый дон-дракон. Ну, к сожалению, наступил голод и мы теряем нашего питомца, но это ничего страшного. Мы с вами увидимся в следующей серии. И сейчас я вам покажу интересного и веселого двухголового дракона в игре, за которым будем летать, друзья мои, в пятой серии. Здесь мы смогли собрать Хангри и собрали сундук. Итак, друзья, я представляю вам нового дракона Факел и Хайт. Две головы, которые постоянно друг с другом дерутся. Мы им поставим соответствующих питомцев-помощников дракончиков, чтобы оптимально, отлично отлетать в следующей игровой локации. Увидимся, друзья мои, в следующих сериях. Всем хорошего настроения. Это игра Хангри Драгон. Очень веселая и забавная игрушка. До новых встреч, друзья. С вами был Андрей. Увидимся в новых сериях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова